Директор открытого акционерного общества «Школьник» Алену Ковш сегодня хорошо знает и уважает не только в коллективе предприятия, которое она возглавляет несколько лет. Профессионал своего дела, человек активной жизненной позиции. Алена Михайловна вносит весомую лепту в деятельность сразу двух пинских городских общественных организаций – Белорусского союза женщин и Белая Русь. И эта широкая многогранная деятельность во благо людей получила высокую оценку. Алене Ковш присвоено высокое звание «Человек года-2019». Все, кто знаком с Аленой Михайловной, единодушны в том, что это – профессионал с большой буквы, светлый, добрый человек, который прекрасно понимает всю возложенную на нее, как руководителя открытого акционерного общества «Школьник», ответственность за здоровье и благополучие 15 тысяч школьников и студентов. Сложнейшую задачу поистине государственной важности руководитель и ее команда решают на десятку. Школьное питание – это залог здоровья наших детей, а качественное питание – это здоровье наших детей. Поэтому мы уделяем максимум внимания. В нашем обществе трудится 180 человек, и они ежедневно приходят и ответственно трудятся на пищеблоках нашего общества и ответственно относятся к своей работе. И это не просто слова. За ними огромный, каждодневный труд, хорошо разработанная стратегия успешного движения вперед. Питание мы осуществляем согласно примерных двухнедельных рационов, которые мы согласовываем с Центром гигиены и эпидемиологии. Есть отдел гигиены детей и подростков. Ежегодно, два раза в год мы согласовываем. Питание согласно калорийности осуществляется, согласно возраста деток, согласно энергетической потребности. При этом постоянно совершенствуются технологии в соответствии с требованиями времени и новыми возможностями пищеблоков. Наши технологии не стоят на месте, они развиваются. Шагаем в ногу со временем, внедряем новые кулинарные изделия, чтобы интересно было деткам приходить и в наши буфеты. Кстати, буфеты есть в каждом учреждении образования. И здесь ассортимент соответствует здоровому питанию. От котлеток по-домашнему, колбасок отличник до запеканок, вкус которых вполне оправдывает колоритные, понятные детворе названия. Как у бабушки, курочка ряба, а еще конвертики из лаваша с яблоком и творогом, пирожки с рикоттой, напитки цитрусик, кисель клюковка и многое другое. Причем учтены рекомендации по снижению потребления детьми соли и сахара. В 2019 году мы продолжили работу меню свободного выбора. Это еще один источник для горячего питания. Детки могут прийти в широкий ассортимент продуктов в буфетах. Они могут выбрать блюда, которые на пектиновой основе, мармелады, зефиры. То есть с учетом детской диетики и с учетом гастрономических потребностей детей, мы все продукты и весь ассортимент, все то, что полезно деткам, все размещаем в наших буфетах. Ежедневно открытое акционерное общество «Школьник» обеспечивает качественным, полноценным питанием около 15 тысяч школьников и студентов. Как и педагоги учреждений образования, работники открытого акционерного общества заинтересованы в максимальном охвате питанием учащихся. Их главный аргумент – высокие вкусовые качества и разнообразие. Первые и четвертые классы охват питанием 100%. И старшие классы, мы стараемся, чтобы совместно с руководством и дирекцией школы, чтобы максимально у нас был 100% охват питания. Собственный кондитерский цех предприятия обеспечивает все столовые и буфеты свежими, вкусными, ароматными и качественными хлебобулочными и кондитерскими изделиями в широком ассортименте, который постоянно обновляется. Здесь мы используем только натуральное сырье, без химических каких-то добавок, только натуральное. Значит, ежедневно наши водители развозят утром рано по нашим столовым свежую кондитерскую выпечку. Мы внедрили с 1 марта 2018 года систему ЕРИП. То есть родители могут отслеживать, когда покушали детки, сколько они раскушали. Организация питания в нашей школе на высоком уровне, охват питанием 100%. То есть питаются все учащиеся в школе. Питание всегда у нас подается горячим, подъезжают специальными тележками, раздают. Сбалансированное питание согласно меню. Коллектив Акцинированного общества «Школьник» очень профессиональный, понимает на современном этапе все вопросы, которые могут возникать с питанием. И в нашей школе вопросов с ними нет. Они поставляют нам вовремя все продукты, все свежие, из которых готовят самую вкусную еду в нашей школе. Совместно с Управлением по образованию Пинского горисполкома поэтапно проводятся ремонты на пищеблоках. Ведется замена устаревшего морально и физически оборудования на современное энергосберегающее. Которое позволяет приготовить нам кулинарные изделия, щадящие по составу и более безопасные для детей. У нас оборудование параконвектоматы, которое позволяет сохранить все витамины. В коллективе, которым руководит Алена Ковш, трудится высококвалифицированный персонал. Есть люди, которые трудятся не один десяток лет, вливаются в коллектив молодые специалисты. Если ты не любишь людей, наверное, в эту отрасль не пойдешь. Но повара-бригадиры наши, которые даже в пенсионном возрасте подходят, они с удовольствием передают опыт свой. Мы подготовили двух молодых специалистов, даже повара-бригадиры у нас в первой школе с высшим образованием. В медицинском колледже у нас тоже с высшим образованием. То есть мы уделяем и поддерживаем молодых специалистов. Сегодня открытое акционерное общество «Школьник» стало брендом качественной здоровой пищи, изысканного вкуса и полноценного рациона. Причем не только в учреждениях образования, но и на крупнейших предприятиях города. Общедоступны сети «Кафе Верона», «Кафе Пина». Несмотря на трудности, несмотря на сложности, которые мы его сработали, и рост зарплаты у нас 107%, и рост сопоставимых ценок, и товарооборот, сработали мы неплохо в 2019 год. Сегодня «Школьные столовые» – это своеобразные комбинаты питания, где на современную основу поставлено приготовление сбалансированного здорового питания для детей. Поистине государственная задача, за решение которой они могут услышать истренные слова благодарности от своих юных клиентов. Я каждый день обедаю в школе, мне все очень нравится, спасибо большое поварам. В столовой очень вкусная, разнообразная еда, очень много витамин, и я кушаю в столовой каждый день. У нас в столовой всегда вкусная еда, дети с удовольствием едят, и очень вкусно. Всегда все съедают, и тарелки чистые. Алену Михайловну Ковш можно с полным правом назвать человеком общественным. Ее хорошо знает женский актив Пинской городской организации Белорусского союза женщин. Она – член президиума городской организации общественного объединения «Белая Русь». Наверное, вот эта энергия, которая внутри помогает мне и участвовать в жизни города, и совмещать работу, и дом. Наверное, жизненная энергия, которая внутри меня присутствует. Высокий статус «Человек года 2019» Алена Михайловна по праву разделяется своим коллективом. Она гордится признанием и считает, что это импульс движения к новым достижениям.